Стенокардия на английском – это ангина пекторис. Зачем же вам знать это? Просто термин довольно точно отражает ощущение пациентов. Ангина происходит от латинского anger, что означает «душить», а пекторис от слова «pectus», что означает «грудь». Почти так же и описывают стенокардию пациенты. Ангина пекторис вызывается снижением притока крови, что приводит к ишемии сердечной мышцы, то есть недостатку кислорода, поступающего к сердцу. Сердце будто и правда душит, что проявляется сильной болью в груди. Стабильное стенокардия напряжения – наиболее распространённый вид стенокардии. Считается, что она возникает, когда стеноз менее или равен 70% от диаметра просвета коронарной артерии. Такого просвета может быть достаточно, чтобы питать сердце в состоянии покоя, но если организм подвергается физической нагрузке или стрессу, сердцу нужно работать интенсивнее, следовательно, будет требоваться больше крови и кислорода. Именно в момент напряжения у людей со стабильной стенокардии возникает боль в груди, потому что кровоток не удовлетворяет метаболические потребности сердечной мышцы, а вот в состоянии покоя боль обычно не появляется. В большинстве случаев причина стабильной стенокардии – это атеросклероз одной или нескольких коронарных артерий, артерий, поставляющих кровь к сердечной мышце. Есть и другие причины, которые могут привести к стабильной стенокардии. Это заболевания, вызывающие утолщение стенки сердечной мышцы, что повышает количество необходимого кислорода. Увеличение размера мышцы может быть вызвано гипертрофической кардиомиопатией, генетического происхождения. Более крупной мышце требуется больше кислорода, и если эти возросшие потребности не удовлетворяются, то возникает боль. Независимо от причины, сердцу нужна кровь. Если рассмотреть стенку сердца, то мы увидим три слоя – наружный слой эпикард, затем миокард в середине и эндокард внутри сердца. Коронарные артерии берут начало в эпикарде, а затем идут вниз, снабжая всю сердечную ткань. Если кровоток снижен или миокард утолщен, крови труднее достигать этого более глубокого слоя – под эндокардом – субэндокарда. Таким образом, стенокардию, как правило, сопровождает субэндокардиальная ишемия, то есть в область непосредственно под эндокардом поступает меньше кислорода. Ишемия, как считается, способствует выработке аденозина, бродикинина и других молекул, стимулирующих нервные волокна в миокарде, что вызывает ощущение боли. Эту боль обычно описывают как чувство давления или сжимания. Она может распространяться в левую руку, челюсть, плечи и спину. Иногда может сопровождаться нехваткой дыхания и потоотделением. Обычно боль и симптомы длятся менее 20 минут и стихают после того, как напряжение или стресс проходит, и сердечной мышце уже не требуется так много крови. Помимо стабильности эндокардии, при которой пациенты испытывают боль только при напряжении и стрессе, но не в состоянии покоя, существует также нестабильность эндокардия, при которой пациенты испытывают боль как при физической нагрузке и стрессе, так и в состоянии покоя. То есть боль никогда не уходит. Нестабильность эндокардии обычно появляется из-за разрыва атеросклеротической бляшки и формирования тромба. То есть поверх бляшки образуется сгусток крови. Хотя окклюзия может и не блокировать весь сосуд, для кровотока остается еще меньше пространства, а сердечная ткань начинает ощущать недостаток кислорода, даже если сердце качает кровь в обычном ритме. Нестабильная стенокардия по той же причине, что и стабильная стенокардия подразумевает субэндокардиальную ишемию, и ее необходимо лечить в неотложном порядке, так как пациенты с этим заболеванием подвержены высокому риску инфаркта миокарда. Третий вид стенокардии – это вазоспастическая стенокардия, также известная как стенокардия принцметала. У пациентов атеросклероз может быть и не быть. Ишемия и возникающая в результате боль груди вызваны вазоспазмами коронарных артерий. То есть гладкие мышцы вокруг артерий сокращаются чрезвычайно плотно и снижают кровоток, вызывая ишемию. Приступы вазоспастической стенокардии не соотносятся с напряжением и могут возникнуть в любое время, в том числе и в состоянии покоя. Скрытый механизм возникновения вазоспазмов до конца не изучен, но он, вероятно, задействует вазоконстрикторы, например, тромбоксан А2. В отличие от стабильной и нестабильной стенокардии, в этом случае коронарная артерия сжимается так сильно, что поражаются все снабжаемые кровью сердечной стенки. Это состояние описывают как трансмуральная ишемия. Если сопоставить эти разновидности, то можно выделить ряд клинических сходств и различий. Во-первых, в каждом случае поражение кардиомиоцитов не является необратимым. То есть кардиомиоциты не погибают. Это отличает от инфаркта миокарда. На ЭКГ при стабильной и нестабильности инокардии видна депрессия СТ-сегмента, так как ишемия ограничивается субэндокардом. Кстати, видео по основам ЭКГ вы можете посмотреть, кликнув на подсказку или по ссылке в описании. Напротив, при вазоспастической стенокардии наблюдается повышение СТ-сегмента по причине трансмуральной ишемии. В покое симптомы стабильной стенокардии проходят, в то время как симптомы нестабильной стенокардии и вазоспастической стенокардии могут возникнуть в любое время, в том числе и в состоянии покоя. Что касается препаратов, возможно лечение всех трех разновидностей заболевания нитроглицерином, который является сосудорасширяющим препаратом. Он увеличивает диаметр кровеносных сосудов, повышая кровоток. Вазоспастическая стенокардия купируется блокаторами кальциевых каналов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова